Всем привет! Меня зовут Александр Голанцев и я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня мы с вами поговорим о когортом анализе в табло. Когорта это выборка пользователей, которые совершили свою первую покупку в определенную дату. То есть, если мы посмотрим на визализацию снизу, то увидим, что покупатели, которые совершили первую покупку в марте 2017 года, и только 5,5% людей из них совершили повторную покупку через 1 месяц. Затем количество немного снизилось, например, через год, через 12 месяцев, эта доля людей уменьшилась до 1,2%. Давайте перейдем в табло Десктоп и попробуем сделать похожий анализ на данных сэмпл Суперстор. Первое, что нам нужно, это Acquisition Date, то есть дата первой покупки. Давайте его сделаем. Назаем его вот таким образом. Здесь будет использоваться LOD выражения, которое будет читать для каждого покупателя минимальную дату заказа. Таким образом, давайте посмотрим, что получилось. Вот у нас получилось, что дата содержится во всех четырех годах. Теперь давайте попробуем сделать легкий, простой когортный анализ в формате барчарта. Берем Order Date, переносим ее сюда, затем берем продажи, делаем формат барчарта и раскрашиваем все в формате Acquisition Date по годам. И мы видим, что покупатели, которые сделали первую покупку в 2016 году, они принесли 484 247 и, естественно, тоже в 2016, потому что других покупателей нет. Самое интересное, здесь 17, 18, 19, то есть если мы смотрим на 2017 год, то мы видим, что покупатели с 2016 года принесли 365 тысяч, а из 2017 года 105 тысяч, отношение 3,5 к 1, то есть примерно 70 к 30%. Аналогично можно забрать 18-19 года. Тем не менее, эта реализация не очень удобна и хотелось бы ее посмотреть в процентном варианте. Это делается с помощью Table Calculation, давайте вот сделаем это таким образом, % of Total, и считаться Compute, Compute Using Table Down. Теперь мы уже можем увидеть, что, естественно, в 2016 году 100% людей сделали первую покупку в 2016 году, здесь же соотношение 77 к 22, здесь же 74, 16 и 9, и здесь 72. Таким образом, можем сказать, что люди, которые сделали покупку в 2016 году, их доля на протяжении 17, 17, 19 сохраняется, и она незначительно уменьшилась с 77 до 72%. Можно сказать, что эти люди довольно лояльные клиенты, и, наверное, стоят проводить какие-то маркетинговые акции или что-то еще для того, чтобы их удержать, чтобы они продолжали делать их. Приведя аккордный анализ в разрезе лет, нам интереснее посмотреть более подробную статистику. Так, например, посмотреть абсолютные продажи тех аккорд, которые появлялись ежемесячно. То есть, нам интересно, насколько большие продажи делали люди, совершив первую покупку, например, в январе 2016 года или в марте 2017 года. Давайте посмотрим на эту информацию. Создаем новый лист, но прежде добавим поле, которое будет считаться как разница между Acquisition Date, то есть датой первой покупки, и Order Date, то есть даты остальных покупок. Давайте ее посчитаем. Это делается через аббратор DateDiff. Выбирается первый Date Part как Month. Дальше прописывается как Start Date, это Acquisition Date, это то, что будет вычитать. И End Date, это то, откуда будет вычитаться Acquisition Date. В итоге мы получаем меру, ее надо сразу принести в Dimensions. И поступаем аналогично к прошлому листу, переносим div в столбцы, Acquisition Date в строке, но при этом раскрываем ее до уровня месяца. И делаем ее в формате Discreet, то есть нам непрерывная мера не нужна. Также добавляем показатель Sales, вот сюда, и его же кладем в цвет. Делаем это все в формате Square, и можем увидеть еще необходимую для нас информацию. Только, наверное, есть больше смысла добавить Acquisition Date последние два года, а разница там за последние 15-18 месяцев. Давайте посмотрим, вот, 18-19 месяцев, потому что информации очень много, мы можем сделать как Entire View, и не все поместилось, конечно, но, тем не менее, какую-то информацию мы уже видим. Давайте это принесем div, и сделаем так, чтобы не было, например, последних пяти, то есть давайте делаем за полтора года. Вот у нас теперь появилась вся статистика, и мы можем видеть, что покупатели, которые первую покупку издавали в 2018 году, их количество было не очень большое, и при этом они вздавали первую покупку суммарно на почти 3000 долларов. Затем было очень сильно затишье, и к концу второго года они начали увеличивать свои продажи. Самая интересная вещь, это самая интересная когорта, это апрель 2017 года, где покупатели в первый месяц делали примерно в 7 раз меньше, чем спустя почти год, где это примерно составляет 14 тысяч долларов. Скорее всего, это вызвано какой-то причиной, может быть, какая-то акционная скидка или какой-то праздник. С этим надо разбираться и внимательно изучать. Таким образом, кокордный анализ помогает лучше понимать своих покупателей. Давайте переименуем, назовем как Мансли Кокордс. И следующим этапом будем изучать долю активных покупателей. Для этого мы перенесем разницу месяцев в столбцы, в Acquisition Date строки, и в целом будем делать все то же самое, что и на прошлом листе. Теперь нам нужно перенести Customer Name в Detail и сделать из него уникальное число. Теперь мы можем посмотреть его в цвете и в количестве и сделать Square. Также я заметил, что у нас здесь года, а должно быть месяца. Давайте тоже это переделаем. Выберем месяц и выберем формат Discrete. Мы видим всю необходимую информацию. Мы можем сделать в целом на весь экран, поскольку числа небольшие. И увидеть, что Гогорты, которые начинались с марта 2016 года по конец этого же года, были самыми плодотворными и принесли больше всего клиентов. То есть, основная часть клиентов совершила свою первую покупку именно в эти недели. Все остальные клиенты либо до, либо после делали меньше первых покупок. Также интересно заметить, что спустя несколько месяцев происходит некоторое возрастание количества покупок разными клиентами. Это все очень интересно. Однако, хотелось бы посмотреть, какая доля клиентов, которые совершили покупку, например, в феврале 2016 года, остается спустя год и совершает какие-либо действия и покупки. Это тоже делается очень просто. Правда, здесь у нас будут проценты. И поэтому придется несколько уменьшить, обрезать таблицу. Давайте снова выберем последние два года. Выберем Acquisition Date, переносим сюда. Выбираем Years. Выбираем 2017-2019. Вот. И в целом можно так оставить. Теперь мы будем использовать табличные вычисления, для того, чтобы получить значение от того, какая доля клиентов по сравнению с нулевым периодом осталась. Это делается довольно просто. Нам нужно посчитать лишь разницу. Person Difference. И мы будем считать согласно первому. Также давайте оформим формат значений процентов, таким образом, чтобы не было видно совсем маленькие значения. А также у нас, как видите, заполнились значения там, где минус 100%. Они, естественно, нам не подходят. И с ними мы ничего не можем сделать. Приносим сюда. И ставим, например, минус 0. 999. Вот таким вот образом. И теперь нам все довольно очевидно и понятно. Здесь больше смысла есть выделить красным. И чем меньше значение, тем более оно красное. Вот таким вот образом. Только, наверное, поменьше опасности сделать. Не такое маленькое, а такое скорее. Вот. Теперь все прекрасно видно, как этим пользоваться. И как все понятно. Например, когорта января 2016 года стабильно держала отток в минус 83%. То есть где-то всего выходила всего лишь одна шестая часть. Но по большому счету это не очень точные данные. Из-за того, что самих значений особо и нет. Именно в 2018-2019 году количество клиентов в новых когортах было незначительным, либо вообще отсутствовало. Давайте назовем это черн-рейт. Черн-рейт. И теперь перейдем к расчету retained rate. То есть доля людей, которая осталась или вернулась. Давайте также продублируем. И здесь на самом деле простое действие. Здесь мы просто перед показателем черн-рейт должны добавить единицу. То есть и здесь получается у нас всего два варианта. Либо мы переносим показатель табличных вычислений в меры. И создаем отдельное поле для этого. Либо мы его добавляем так, как я сделал я. Я выбрал этот путь. Он проще. И теперь хотелось бы сделать немного другой цвет. Давайте сделаем его зеленым. Нам не нужен reverse. Выбираем цвет green. Вот. Довольно очевидно. То есть если смотреть на логику и экономический смысл всей реализации. То она сводится к тому, что в новом периоде. То есть конкретно в январе 2016 года. Если мы говорим про первую строчку 2018 года. У нас естественно они сделали первую покупку. Потому что мы так и заложили всю эту информацию. Довольно интересная динамика заключается в том, что первый год делал что-то только один человек. В данном случае один. Потому что это всего их было шесть в первый период. И спустя это время значительно увеличилось количество. То есть в два раза количество людей, которые делают повторные покупки, возросло. И в целом мы можем наблюдать эту динамику практически по каждой когорте, которые были в последние два года. Довольно интересная динамика, поскольку большое количество людей, если сделали один раз покупку и им не понравились, то они больше не возвратятся. Давайте мы это назовем как Retention Rate. Вот таким вот образом. И теперь мы на самом деле можем сделать просто общий дашборд для того, чтобы показать, как это все вместе работает. И чтобы было интересно и понятно это изучать. Таким образом мы включаем вкладку Dashboard. Делаем автоматически все и просто раскидываем так, как нам это необходимо. Я бы добавил их сюда. Сюда добавим. Ayr Concords вот сюда. Уберем эти значения. И уберем вот весь этот контейнер, чтобы можно было немного поудобнее все смотреть. Также немножко сожмем месяц. Месяц. Месяц в каждом из них отформатируем до короткого формата. Вот в таком формате. Сохраним. И сделаем так, чтобы... Вот. Было примерно все таким вот образом. Есть смысл уменьшить количество для Retention Rate, для Churn Rate и для Monthly Cogwarts. Все, что... Всю разницу, которая здесь есть. Давайте скроем также снова Div. Добавим... Добавим... Отдельный контейнер. Для фильтров. Как-нибудь вот сюда. И сделаем вот таким вот образом. Фильтр у нас будет... Разница. Вот. Давайте его встраиваем. Тогда... Number of Months. Вот. Теперь мы... можем сделать его как... Range. На самом деле. Либо оставить вот таким вот образом. Давайте мы его вот таким образом оставим. Но сделаем только Drop Down. И добавим кнопочку Apply. Вот. Уберем... Все, кроме IR, как город. Чтобы... Всегда показывалась полная информация. Вот. Таким вот образом. Мы получили всю необходимую информацию. И мы теперь видим и можем смотреть более внимательно на каждый из показателей. И здесь мы можем связать долю клиентов и их продажи общие. Только давайте сделаем, чтобы это можно было видеть в том формате, чтобы был восьмой, например, и больше бы читалось. Вот в таком формате. Вот. Теперь мы, естественно, можем посмотреть, как все выглядит с точки зрения более подробного анализа. Так, например, если мы берем апрель 11-й месяц, то видим, что здесь были один из самых больших продаж для этой когорты. В то время, как доля новых клиентов не изменилась. То есть она была 14% на протяжении всего периода, так и осталась. Она не увеличилась и никак не менялась. Довольно интересно, поскольку, видимо, какие-то два, то есть даже один какой-то клиент из всего количества, из семи клиентов сделал настолько большую покупку, что она, по большому счету, поглотила все за прошлые месяцы. Это интересная статистика и наблюдение, и за этим стоит следить и наблюдать. Также хотелось бы отметить, что в 2016 году, что если смотреть на годовые когорты, у нас довольно очевидно бросается в глаза, что когорты 2016 года практически не меняют свое расположение. У нее как бы было подавляющее большинство продаж, так и осталось. Даже при появлении еще трех когорт ничего не начало меняться. Ровно то же самое мы видели, когда смотрели более подробную информацию по количеству покупателей с точки зрения абсолютных цифр. И там тоже такая информация наблюдалась. В последние два года количество новых покупателей практически не изменилось. Вот на этом и все по поводу когортного анализа. Всем спасибо за внимание.